Итак, сегодня мы будем изучать с вами шестую главу, и это слова Раби Йоси, который говорил так. «То, кто почитает Тору, того уважают люди. То, кто охуляет Тору, пренебрегает ее, его презирают люди». И надо понять, о чем говорил Раби Йоси. И на предыдущем уроке мы говорили, что Раби Йоси, сила его была такая, что когда он спорит с мудрецами, закон выходит именно по нему. Так вот, чему же учит Раби Йоси? И Маоралис Праги задает вопрос, какая связь с предыдущей Мишиной? А в предыдущей Мишиной сказал Раби Цадок, что не делай из Торы корону, чтобы возвыситься благодаря ей. И мотыгу, чтобы копать словами Тора, то есть для заработка. И это то, что продолжает Раби Йоси и говорит, тот-то почитает Тору. Что это значит, почитает Тору? И вот так объясняет Рамбам. Рамбам говорит, это выражается в трех вещах. Каких? Тот, кто сам изучает Тору, насколько он может, тот-то почитает еврейских мудрецов, и тот, кто с уважением относится к книгам Торы. Это включает в себя и свиток Торы, и другие книги Торы. Значит, что мы видим? Есть особенные законы. Я процитирую вам Раши. Что говорит Раши, Равшлому Ицкаки, по поводу этой Мишиной Раби Йоси? Каждый почитающий Тору, то, что он кладет ее в месте святой, а не на скамейку, чтобы сидеть на ней, как делают люди. И не кладет одну книгу на другую. Что имеется в виду, в законе сказано, что есть у нас вся Тора, она как бы разделена на три части. Это мы говорим про письменную Тору. Это то, что аббревиатура слова Танах. Тора, навиим, ктувим. Тора, пророки и писание. Так вот, в каком порядке, что на что можно положить? Так вот, написано в законе, что пророков мы кладем на Писание, а Тору мы кладем на пророков. В таком именно порядке. Это закон. Дальше. Если вынимают свиток Торы из Аронакодыша, все присутствующие обязаны встать. Почитание свитка Торы. Есть те, которые встают только. Есть те, которые подходят и ци-ци, скажем, дотрагиваются до нее, чтобы поцеловать. Есть те, которые свиток целуют. Это одно из выражений почитания. Теперь. Человек, который уважает Тора, который думает, что считай, что Тора – это самое важное в жизни. То, несомненно, он прикладывает усилия, чтобы учить ее самому. И, наконец-то, третьи. Те, кто почитают еврейских мудрецов. Так вот, я хочу в этой связи привести пример. Это Рав Абрамский, большой еврейский мудрец, который действительно был не очень крепок физически. Его посадили в лагерь. Советский лагерь. Он на территории России был. И он почти без одежды должен был работать на 30-градусном, 40-градусном морозе. Он сказал, он ни разу не заболел. А до этого, когда он в нормальных условиях был, у него часто простуды были и так далее, это он говорил, что особенная помощь с небом он получил. Дальше особенные обстоятельства были. Он выехал за границу, и во время войны он был Аф-Бейдин, главой еврейского суда, главным терраническим авторитетом Лондона. И вот он рассказывает такую историю, что пришел к нему один Балабайт, то есть человек, который поддерживал Тору. У него был свой бизнес и так далее. Но человек, который был далек от Торы. И вот как-то, может, это было уже после войны, он обратился к Авраамскому и сказал, вы знаете, что один вопрос меня мучает очень сильно. Но что это такое? Почему евреи такие некультурные? Что некультурные? Я вам расскажу. Вы знаете, я был в Оксфорде, я был в Кенбридже. В Оксфорде учатся несколько тысяч студентов. Но когда вы зайдете в читальный зал, там буквально можно услышать перелистывание страниц. Все студенты такие культурные сидят тихо, читают книги, делают конспекты и так далее. И вот недалеко от моего дома в Лондоне открыли еврейское учебное заведение. И вы знаете, днем я не могу заснуть. У меня обычно я сплю днем. Я не могу спать. Там какие-то крики раздаются, шум. Ну, я думал, там учатся несколько сот человек. Я пришел как-то днем, когда я ворочался, не мог заснуть. Постучался, открылся. Это называется бэтмидраж. Там, где учат Талмуд. И что я вижу? 30-40 молодых людей. Но как они себя ведут? Они один кричат на другого, другой машет руками, стычут пальцами в книги. Небольшие книги такие. Ну, что это такое? По сравнению с Оксфордом, это вообще полная бескультурия, где вы видели в библиотеке, что кто-то повысил голос, а тем более так кричат. И тогда Рава Абрамский сказал этому человеку, скажите, а какой у вас бизнес? Он сказал, ну как, у меня огромная фабрика, мы производим такую-то продукцию. Да? Интересно. А можно вам задать вопрос? Ну, такую воображаемую ситуацию. Что бы вы делали, если вечером, возвращаясь с женой после просмотра кинофильма, проходя мимо вашей фабрики, вы увидели, какие-то незнакомые люди загружают огромные тюки продукции вашей фабрики в свою машину. Вы понимаете, что это вор? Да. Что бы вы делали? Как что бы я делал? Я бы побежал к ним, я бы начал кричать, я бы вызвал полицию, я не дал бы ему выносить мою продукцию, это же воры. Услышьте, что вы говорите, сказал Рава Бранский. Те люди, которые сидят в Оксфорде и учатся на разных факультетах, они готовятся к экзаменам. В чем заключается их экзамен? Они должны изложить то, что написано в книгах. Если они прошли материал, они на экзамене получают хорошую оценку. Но что происходит, когда вот сейчас происходит изучение Торы? Каждый из тех, кто учит и кто-то доказывает свою правоту, это же он свое понимание Торы передает другому, а другой опровергает это и говорит, что это совсем не так, а вот так-то и так-то. Почему они кричат? Это как вы кричали, когда вы видели, если вы увидели, что забирают вашу продукцию. А это Тора, сказано, Тора Дхаим, Тора жизни. Это их открытие, их понимание Торы. Это связано с их жизнью. Так вот, что это значит, когда человек учит Тор? Теперь, что это значит? то, что сказал Раши, то, что почитает святые книги, кладет их в святое место, а не на скамейку. И объясняет это мораль из Праги, что в словах Раши заключен большой хидуш, большое открытие. Он приводит Талмуд, и написано так в Вавилонском Талмуде в трактате Макот. Насколько глупцы те люди, которые встают перед Торой, которая написана на пергаменте, и не встают перед той Торой, которая идет на двух ногах. То есть, они почитают свиток Торы, но не уважают еврейских мудрецов. С другой стороны, задается вопрос, он приводит из трактата Шаббат, 119-й лест. Богачи Вавилона, чем они заслуживают почет? Тем, что они почитают Тору. Что значит почитают Тору? А потом задается вопрос, а в других местах чем заслуживают богачи? Объясняет это Моралис Праги, что здесь сказано, что значит почитают Тору, потому что в Вавилоне были крупные центры по изучению Тору. Значит, кого они почитают? Они почитают еврейских мудрецов, потому что в других местах нет таких еврейских мудрецов. И поэтому объясняет Моралис Праги, что то, что написал Раши, то, что нужно книги по Торе уважительно к ним относиться, класть их в святое место, а не на скамейку, это дополнительно к тому, что нужно уважать тех, кто учит Тору, и уважать книги, которые связаны с Торой. Так объясняет Моралис Праги. А теперь то, чему учит Раби Йоси. Каждый, который почитает Тору, его тело почитаемо, ну, то есть, либо он сам почитает другими людьми. Каждый, кто охуляет Тору, он пренебрегают им люди. Так что это значит каждый, который почитает Тору? Даже если он сам не мудрец. Что значит почитает? И в этом плане есть строчка, вы знаете, перед смертью получает благословение от нашего прадца Якова все колено. И вот какое благословение получает колено Завулуна? Что сказано? Самах Завулун бецет ха в Исахар б'олих чтобы радовался Завулун когда он находится в дороге так же как Исахар который находится в шатрах. Что это значит? И это то, что написано в трактате Мгела Вавилонского Талмуда. Сказано, что Завулун он жил у моря и он отправлял корабли с товарами по всему свету. Дальше сказано там, что он обладал очень большим искусством. Что значит? Он делал такое стекло, которое было такое мягкое и не ломалось как ткань. И из этого делал разные сосуды. Для чего он это делал? Это то, что он зарабатывал и половину от своего заработка он отдавал для поддержания своего брата Исахара, который находился в шатрах Торы. То есть, он поддерживал изучение Торы Исахаром. Но сказано сначала благословение на Завулуна, а потом на Исахара. Радуйся, Завулун, в путях твоих, так как Исахар в шатре его. То есть, плату Завулуна, потому что он поддерживает изучение Торы Исахаром. Без него как бы Исахар, а он давал Исахару все, что ему необходимо для жизни. Да. Теперь, что же получается? Я приведу вам одну историю, которую я слышал от моего учителя Гавона Равмыш Шапира. А он сам слышал эту историю от главы Ешива Мир Рав Элезера Игуды Финкеля. Дедушки Рош Ешивы Рав Финкеля, который сегодня возглавляет Ешиву. Потомки знаете кого? Это Саба Искелема Рав Финкель, который в двадцать четвертом году возглавил сто пятьдесят еврейских студентов и с ними Ислободки, которые, как вы все знаете, в Ковно, в Литве, переселили землю Израиля. И они открыли Ешиву где? В Хевроне. И вы знаете, через пять лет там был погром, и многие ученики Ешивы там погибли, и после этого Ешива переехала в Иерусалим, но до сих пор самые большие мудрецы еврейского народа выходят из этой Ешивы Хеврон. Если я вам приведу имена Равша Хазацаль, имена, скажем, Рававадия Иосефа и так далее, они все прошли Ешиву Хеврон, ту, которую основал сначала в Слободке, в Ковне, Сабы из Слободки, который был учеником ученика Рависройла Саланта, основателя движения Мусар. У меня, конечно, ецер рассказать какую-то историю про Сабы и Слободка, но, может быть, это будет в следующий раз. Так вот, Равлиезер и Гуда Финкель, это то, что слышал Гаон Равмыш Шапира от него лично, историю про Равхайма из Воложина, ученика вильницкого Гаона, основательно первой Ешивы, которая, в принципе, в том виде, в котором сегодня есть Ешивы, была первая Ешива. И вот, был один из богачей Воложини, который очень сильно поддерживал Ешиву Воложин. И вот, приблизились его дни, последние его дни, и он поставил условия вопрос, ему был очень труден, и он не нашел ответа на него. И он заснул. Причем, я хочу вам сказать, еще не прошло 30 дней после смерти этого богача, который поддерживал Ешиву. И вот, во сне приходит к нему этот богач, который при жизни не очень изучал Тору, ну, занят был делами, но очень сильно поддерживал Ешиву, и он ему дал ответ на вопрос Равхайма из Воложина, человек, который знал всю Тору, проверка была такая, Гаон извильно говорил, что хотя бы каждый человек, чтобы хотя бы один трактат Талмуда, он знал полностью. И вот, когда Равхайм из Воложина прошел сто раз трактат Шаббат, это один из больших трактатов Талмуда, и пришел к Гаону, Гаон ему сказал, ты знаешь его хорошо? Он говорит, да, тогда начни мне его рассказывать в другую сторону, от последнего слова трактата до первого, и Равхайм не мог это сделать. Но вы понимаете, если Гаон спрашивал, значит, перед Гаоном это было открыто, и для Гаона не было проблемы. Это сказано, чтобы Тара была так, изучалась нами, чтобы она была высечена на скрижалях твоего сердца. Вы знаете, я был в своей жизни в студиях на телевидении, я видел, как дикторы, как они вот так вот в микрофон, в камеру говорят новости. А оказывается, перед ними вот там большой экран, на котором, как на маленьком экране компьютера, бежит текст, и вот они читают этот текст. Ну, я не знаю, слава КПСС, последние, значит, на последнем съезде первый секретарь ЦК КПСС, великий, траля-ля, и вот так они читают. так лахавдиль, чтобы разделить, тот, кто учит Тору так, что она стала, вошла в его кровь, была высечена, сказано, харут что это значит высечена, это тоже я слышал от Гаона Раму и Шапира. Мы представляем себе, ну, мы видели всякие плиты, на которых высечено что-то, на кладбище и так далее. Так вот, харут, алалухот, это то, что сказано про две скрижа Лизавета, там слова, десять заповедей, были выбиты насквозь, насквозь, особенно чудеса были там, то, что с одной стороны и с другой можно было читать одинаково, здесь, извините, написано Цвипатлас, если бы я читал с другой стороны, было бы Салтап-Ц, да, так вот, там на скрижалях было насквозь выбито, высечено, так вот, человек, у которого на сердце все слова поэтому сказано в конце поучения отцов повторяй ее и повторяй ее Рав-Бак-Бак, он говорил повторяй ее и переворачивай Декулеба, всю ее, то есть, постоянно, то есть, то, что я видел не раз в жизни, как мой учитель, что память о нем была благословена Равыцкак-Зильбер, как он все время что-то произносил, то есть, он повторял наизусть Мишна-Йод, которую он учил и в детстве, и в лагере, то есть, это сказано, я вам сейчас покажу, вот, монеты, да, человек, который пересчитывает монеты, вот так, человек, который учит Тору так, что, особенно, Мишна-Йод, само слово, Мишна, это, есть несколько объяснений, но сказано в Кириат-Шма, в Кириат-Шма, когда мы читаем Шма, что это значит, буквальный, ну, то есть, литературный перевод, повторяя их своим сыновьям, с другой стороны, корень этого слова, шен, шен, на русском языке есть калька, знаете, какой? Зубрить, зуб, вы понимаете, повторяй постоянно, вот это, то, что, чтобы это стало, вошло. Так вот, эта история, которая произошла, я возвращаюсь, с Рафхайма из Воложина, когда вот этот человек, который при жизни не очень много учил Тору, но поддерживал Тору, он ему дал такой ответ, который устроил Рафхайма из Воложина. Тогда, когда Рафхайм проснулся, он рассказал своим ученикам, «Я знал, что те, кто поддерживают Тору в будущем мире, они получают часть в той Торе, которую учили на их деньги». Но чтобы это было так быстро, вот это в течение 30 дней, он стал великим знатоком Тора, если он мог ответить на вопрос Рафхайма. Но у меня еще есть пару минут, я хочу вам еще одну историю рассказать. И это история, которая происходила тоже с Рафхаймом из Воложина. Видно, это происходило до того, как эта история. И у Рафхайма был вопрос, вернее, пришел один человек, который поддерживал Тору, и задал вопрос Рафхайму. Скажите, а вот то, что я отдаю деньги на Ишиву, поддерживаю Ишиву, а в будущем мире буду ли я понимать то, что учили в Ишиве? Или нет? Рафхайм сказал, в принципе, написано, что в будущем одна хупа, то есть в одном месте будут находиться те, кто поддерживали Тору, и те, кто изучали Тору. Но насколько тот, кто поддерживал Тору, он будет обладать пониманием этого, я не знаю. Знаешь что, давай договоримся. И они заключили такой договор. Тот, кто первый из них уйдет из мира, чтобы он приснился, пришел во сне к тому, кто останется в этом мире, и ответил на вопрос. И вот этот человек, этот поддерживающий Тору, умер. Проходит неделя, проходит месяц и так далее. Он не появляется. И Рафхайму очень переживал. Но после смерти этого человека, этого поддерживающего Тору, который умер за несколько недель, может быть, до праздника Суккот. А известно, что в праздник Суккот, если мне не изменяет память, третий день праздника, когда Якова Вину, умер Гаон из Вильна. И вот что прошло полгода после смерти этого человека. Чуть больше. И вот он пришел во сне к Рафхайму. И Рафхайм во сне очень обрадовался. И спросил его, ну что происходило, я так переживал, почему ты не пришел раньше. И этот человек, который при жизни не очень много учил Тору, но очень крепко поддерживал изучающих Тору и Шиву Рафхайму, он ему сказал, вы знаете, у меня была дилемма, очень серьезный вопрос. Через несколько недель, может быть, через неделю после моей смерти пришел сюда Гаон из Вильна. А есть такой закон, что еврейскому мудрецу после смерти дают 180 дней, чтобы он мог дать урок на 180 дней в Ешиве, которая на небе. То есть, там, где собираются все праведники, все мудрецы, и он дает свое открытие в Торе, которое он открыл за свою жизнь. И вот он говорил, у меня был сильный вопрос, что мне делать? И с одной стороны, я обещал, что я должен у вас появиться и объяснить вам ответ на этот вопрос. С другой стороны, тот, кто выйдет посередине урока, его назад не пускают. И вот я был 180 дней на уроке Гаона из Вильна. И тогда Рафхайм во сне этот разговор, он говорит, ты можешь мне не отвечать? Я понял ответ, который у нас был. Если ты мог 180 дней находиться на уроке Гаона из Вильна, значит, тебе дали понимание. Человек не может сидеть, если он ничего не понимает. Сейчас бы мы с вами говорили по-китайски. Ну, 5 минут, ну, 10, ну, даже кто-то выдержал с умным лицом полчаса, но после этого ну что? Если он 180 дней там находился и слышал открытие Гаона из Вильна, это понятно, что ему дали их понять. И последнюю историю я вам расскажу, потому что это уже, это история, которая происходила уже в Америке. Вы знаете, в Америке Рав-Арон Котлер основал ешиву, в которой сейчас, может быть, в мире учится самое большое количество людей. 10-15 тысяч. Это ешива Лейкфуд. И вот тоже был один еврей, который поддерживал изучение в ешиве Лейкфуд. И вот уже после Рав-Хаима, после того, как это уже известная история, пришел к нему тоже один богач, который поддерживал ешиву и спросил, скажите, в будущем мире я буду понимать то, на что я сейчас даю деньги, то, что вы учите в ешиве. Несомненно, сказал Рав-Арон Котлер. Все полностью как вы? Он говорит, да, это несомненно написано Завулун и Самах, радуйся, Завулун, при своем выходе и Сахар в своих шатрах, то, что мы учим, то, что ты даешь деньги благодаря твоим деньгам, мы учим Тору, несомненно, ты будешь понимать полностью. Хорошо, если то же самое вы и я, то какая разница между мной и вами в будущем мире? И тогда Аарон Котлер ему ответил. Аарон Котлер очень глубокий, очень требующий большого сосредоточения, углубленные раскрытия того, что написано в Торе были его уроки. И он ему сказал, несомненно, в будущем мире мы будем стоять под одной хупой, и то, что мы учим благодаря твоей поддержке Торы, у нас будет одинаковое понимание. я тебе скажу, в чем разница между мною и тобой. У меня есть этот мир, а у тебя его нет. Что это значит? То, что мы учим Тору, то, что мы получаем радость от открытий в Торе, это то, что мы, сказано так в Талмуде, Раби Акива Митама Раби Меер Алиба де Раби Акива. Раби Меер говорит по мнению, по сердцу Раби Акива. Задается вопрос Матама в чем смысл, а на самом деле в чем вкус слов Раби Акива. То есть получается, что то, что человек учит Тору и прикладывает все усилия, чтобы ее понять, через это он постигает, он ощущает сладость Торы. И последний пример я вам приведу, я слышал один Можгих, он слышал от внучки Раби Шимана Шкопа, величайшего еврейского мудреца предыдущего поколения, что она маленькая девочка, сейчас она живет в Израиле, она приходила и видела, как-то он сидит посредине, то есть глубокая заполность даже, курит, курит, и вдруг она видит, дедушка плачет. И она спрашивала его дедушка, что ты плачешь, что с тобой? И он ей отвечал, ты понимаешь, это нельзя выразить, это такая сладость, то есть был какой-то вопрос, который он исследовал, и он открыл ответ. и последний, уже буквально последняя минута урока, последняя минута, я вам скажу, сказано так, что, сказано так в трактате Брахот, шестой лист, почему одежды, колени, то есть там, где колени еврейских мудрецов, так стерты, объясняется, Талмуд объясняет, потому что там есть все силы нечистоты, с правой стороны тысячи, с левой стороны десять тысяч, равава, то есть если мы видим, они трутся там, и поэтому протираются одежды еврейских мудрецов, что это значит, колени на одеждах, ну как это по-другому, еврейских мудрецов, и объясняет это Гаон из Вильна, Мегелат из Стер, о чем это говорится, говорится о том, что дурное начало, то, что написано в Талмуде, у Яцарара, у Сатан, у Малаха Маамет, он дурное начало, он Сатан, сбивающий из пути, он ангел смерти, против кого прежде всего он воюет, против еврейских мудрецов, и когда он не может преодолеть их, кто подвергается самому большому испытанию, те, кто поддерживают Тору, то есть поддерживают колени тех, кто изучает Тору, поэтому в наше время такие проблемы с миром не шив, кризисы в Америке и так далее, приходят люди, плачут, мы потеряли столько миллионов, столько миллионов, Рафштейнман говорит, почему вы не давали эти миллионы на поддержку Торой, соглашение соглашения Сахарова за Волун, 50% вашей выручки вы даете на изучение Торы, с вами ничего не произойдет, и были те, которые действительно так поступали, но это шелка на руки написана по-другому, от 10 до 20%, 50% и их бизнес процветает, то есть вот это испытание нашего времени, когда те, кто поддерживают Тору, поддерживают колени изучающих Тору, вот это то, что написано в Талмуде, с другой стороны, тот человек, это то, что сегодня я слышал от Гавона Рамыши Шапира, который вернулся из Аргентины, Чили и так далее, он сказал так, если бы те, кто поддерживают Тору, знали, что они в одно мгновение там становятся мудрецами, как Раби Акива Эйгер. Величайший мудрец до сих пор, он, если задал вопрос, трудно, кто-то хочет сказать, что он знает ответ, так отвечал Брискиров, что это имел ввиду Раби Акива Эйгер, после твоего ответа остается трудно, то есть величайший мудрец, так вот, что значит сила поддержки Торы, тот, кто этим занимается, стояла бы огромная очередь, только бы дать деньги на Тору, на Тору, на Тору, вы понимаете, самый выгодный бизнес, но тот, кто заслуживает участвовать в этом, он настоящий бизнесмен, бизнесмен, всего хорошего, до следующего урока. Спасибо. Спасибо.